Все остальные люди были с низкой массивной тела или с экстремальной массивной тела? Что ты врешь? 3680 это что? Низкая или что? У меня сын здесь умер. Ты что стоишь здесь? 3680? Ответь! 3680! Во всех больницах абсолютно здоровый был! Из 12 человек родилось 2, 1, 3, 680, 2 доношенных ребенка, все остальные, вот именно вот этот, который, он прав, да, это он, да, два доношенных. Насколько так родителей не спросил? Остальные недоношенные. Остальные, вот одни мы такие, остальные недоношенные, что ты врешь стоишь? Вот сейчас они подойдут, они тебе объяснят, кто доношенный, кто нет, вот не начали вас здесь. Зачем обманывать? Ты стоишь, в глаза врешь здесь. Вот зажравшийся, мордово. А совести сколько? Вы обратите на себя, совести. Я обратил внимание, благодаря мне, только мы подняли проблему эту. Благодаря черному пиару. Какой черный пиар? Че мне пиариться? Это когда начнут родители морды бить вам, тогда будет черный пиар. Попробуй. Попробуй. Ты своих детей не забирал с морга, тварь, а? У тебя внуки есть? Ты детей свои не забирал с морга? Да. Какая зарплата? А вы детей хоронили, скажите. Ты детей внуков хоронил? Или с морга забирал? Две двести. Две двести. А не столько детей? Завос у нильцев ни разу не лежали ни в каких больницах. Все было хорошо. Да вот они стоят, родители перед вами. Сюда поступили. Какие пацаны? Все мы здесь пришли пацаны. За пиарность президента. За пиарность президента. Две четыреста восемьдесят. Мы глубоко соболезнуем тем родителям, которые потеряли детство. Почему вы в выходной день не работаете, когда моя дочь поступила беременна? Ни один врач не взялся сделать экстренную. Наша долговая, Валерия. Двадцать четвертого марта мы поступили сюда. Двадцать шестого числа у нас с нами ребенок. Никто не сделал ничего. А потом нам пишут, что у нас врожденный порог сердца. Когда все верно, все вместе мы не лежали в больнице. Послушай бабушку. Не послушай, а послушай тех. Да если бы хоть уважение было, тогда бы я говорила, послушайте. Ни психолога, никого не предоставил. Ничего. Подойдите к нему. Во каждый день, когда мордастов нас болел на УЗИ, почему обычная медсестра делала УЗИ, которая не могла понять, что аппарат у нее пищит. Нормально, поговорите. Да вы с ними не поговорили нормально, не сойди. Вы красиво говорить умеете, больше ничего. А вот второй главврач, первый больной. Главврач, где? Вот так вот, вот у нас на это. Вот это предоставлено оценка? Нет, главврач, первый больной. Ну и что, как вы помогаете, как профессионалов? Что здесь происходит? Сружность. Я думаю, что ответят на эти околеты. Вы профессионал. На хер, мне бы где-то угодно. Я вам объясню. Пусть я вам объясню. Следственные органы только чтобы оценку давали не брянские адекваты. Сколько конкретно детей умерло? 18. Сколько? Назовите цифру. 12. Вчера по телевизору говорили... Уже нашли 18. Когда вы врать прекратите? 11 по телевизору Хацанин Евгеньевич говорили. Здесь сонная проработка проводилась? Обязательно. Важно проводить. Где акты? Акты? Да? Акты? Кто проводил? Кто проводил, кто подписывал. Интересно. А вы что, компетентные органы, что ли? Ну как у вас есть? Я же вывод за сонный. Я же вывод за сонный. Мы же просто тревожные органы. Ну ты только не у тебя. Кто подписывал? А спрошь. Или хочешь, давай я спрашиваю. Какие акты? Вода? А быть русских. Как все вывода? Кто подписывал о том, что... Подожди, подожди, подожди. А правда ли, что вам за вот этот вот центр дом построили? Да. Да. Да? Да. Злупость и чушь. Вы найдите этот дом. О чем вы говорите? Мы найдем. Мы найдем. Мы лучше не вселяться туда. Я живу в квартире. Нет. Вы можете жить где угодно. А у вас же сын есть, невеста есть, там это все есть. Вот это вот все и есть причина. Понимаете? Вот то, что здесь сегодня собрались, это следствие одной... Какое отношение имеем к тому финансированию, которое... Александр Ильич, как можно... Неподготовленный персонал... Неподготовленный персонал. Ну... Зачем показуху было устраивать? Две смерти. Ну, это объяснение. Я вот знаю, как бы сказал. Ну, зачем идти было за Богомазом на поводу? Ну, здесь же жизнь... Ведь вы уже все показуху делали, от начала до конца. Здесь не было ни оборудования, ни людей, ничего не было. Это все знают в бежице. Тише, тише. Два года. Ну, дайте вас. Два года. Мы готовили медицинский персонал. Два года. Они все прошли на центральных базах. Это центр Кулакова. Затем... Простите, можно вопрос задать? У вас девочка делает УЗИ по шпаргалке? Она мне делает УЗИ и слева за мне шпаргалку. Всем делали УЗИ... Ну, это мамы, которые потеряли детей. Она специалист хороший. Лера из нее два дня проводила с умершей дочкой. Как так? Кто их отбирал сначала? Кто их отбирал сначала? Кто их отбирал сначала? Ну, подожди. Дело не в этом. Как в пятницу поступила с сердцем, замерла мамой? А ее сказали до понедельника останется. Что это? Мертвым ребенком в этом... Это покажите этого доктора. Три дня проводили. Три часа ночи... Могли потерять и дочку. Три часа ночи она подошла к медсестре к посту и сказала, у меня болит живот. Ей ее сказали, иди, тебе посмотрят утром. Утром делают ей УЗИ, ребенок замер. В итоге мы подошли к этому доктору Мордасову, он развел руками и сказал, извините, ничем помочь не можем. Как это так? Ей 21 год. Ее первые роды. До понедельника ребенок, у нее был каменный живот, она приходила, спускалась вниз и плакала, что у нее болит живот, мне плохо. Сказали, ты будешь ложиться или не будет? Да, когда мы сюда поступили, ее посмотрели, ей сказали, сделали УЗИ, сказали, слышишь, сердцебиение ребеночка, чего ты сюда приперлась, будешь ложиться или нет? Она сказала, я буду ложиться. Что в данной ситуации? А вы знаете, что мои девочки открыли кувес из двойной? Вы знаете то, что сотрудница ваша, Горбачева Луиза Ивановна, открыла ей кувес? И через два дня девочка с племонией двухсторонней была в реанимации. Александр Петрович был тогда в отпуске, он сказал, как раз 21-й Дашевый год, 21-й уже был день рождения, это он и лично сказал. Я говорю, что вы сделали? Вот что вы сделали с этой сотрудницей, которая открыла кувес? И окно? Взял объяснительную, окно было открыто. Она моего мужа заставила полтора часа, час стоять на капельной плитке, потому что у вас тут были бахилы. Босиком, а как босиком? Он сколько на ногах занес в реанимацию? У нас была ломитерная бахила получается, ее это не устроило, потому что у вас сейчас бахила, с помойки все достают, у вас нет бахилы. У меня есть видео. Ну как он босиком в реанимации? Скажите, сколько заразы он приволок в эту реанимацию? А батюшка в реанимацию объяснил? А что у вас Пол в реанимации делал, а? Объясните мне. У меня на все есть видео, что было сделано? Значит, это гражданская позиция и имеет право мамки... Ну как в реанимацию? Пол, попа в реанимацию! Можно, можно. Как? Внутрь! Внутрь же реанимация! Переодеть можно. Согласно закону можно будет. Можно будет. Почему? Почему, когда мордаца в нас, когда нам определили, что у нас сердцебиение у ребенка не бьется, нас в воскресенье мордаца ведет на УЗИ? Мы думали, что действительно специалист УЗИ будет делать. И нам подтвердят, что у нас ребенок замер. Но дело обычная медсестра, которая звонила по телефону и говорила, слушай, я тут отключила твой аппарат, но он запищал. Как мне его выключить и как мне сделать УЗИ? Обычная медсестра, почему у вас нет нормальных действительно специалистов? Почему мы, матеря, должны терять своих внуков? Почему они должны терять своих детей? Объясните. Но мы, вы же врачи, вы же давали слово Гиппократа, что мы к вам пришли сюда, клякутую Гиппократу. Они уже на денежные знаки переведены к нашу Гиппократу. Почему наши дети должны страдать? У нас после родов ребенок неделю проходил, выписали из перинатального центра. Через неделю она поступила с кровотечением. И доктор, который нас принимал, он сказал, у нее не сократилась матка, а здесь ей дело УЗИ. Сказали, все прекрасно, матка сокращена, мы тебя выписываем. Через неделю ребенок и врач сказал, я не знаю, мне не хотелось бы ее чистить и не хотелось бы ее оперировать. Потому что после этого она не сможет иметь детей. Но дай Бог этому врачу, который нас принял и все возможное сделал, что все было хорошо. Он просто задал вопрос, как перинатальный центр ее выписал несокращенной маткой? Как? А здесь нам сделали и сказали, все прекрасно, иди домой. А будущую маму послушайте, пожалуйста. Врачи, у нас не было конкретно учащих. Я каждый раз приходила к разным. Все к разным, да. Тоже непонятно. Меня интересует, как вы отбирали персонал. Потому что врачи, анатологи, молоденькие девочки, которые мне, кроме того, что ребенок в очень тяжелом состоянии и прочитать диагноз по истории, больше она мне ничего сказать не может. Мне спросила Наталья Юрьевна, кто ваша заведующая, которая активна. Вот Наталья даже не могли сказать, кто заведующая. Она говорит, ой, я не знаю, дети, спросите. Вот возникает вопрос. Как вы отбирали персонал? Кто подбирал персонал? По каким критериям? По родственным. По каким? По родственным, по деньгам. Кто подбирал персонал? Кто это делал? Фамилию назовите этих лиц. Не скажем. Боговат может быть подбирал лично-то? Кто из них? Вот они, как у нас в Брянске, Девчонки покатили пищу, ей не ходят на кассы и прощения. У нас уже есть за ним. Сереж, вашу девочку есть ли отсюда овощи? Да что? Перейдет к вам вручную. Ну скажи, девочка, почему? Откуда у девочки здоровый менингит? Да, отцены перевели с менингитом. Это же все, ребенок глухонемой. Есть персонал, конечно. И плюс дополнительный. Откуда эта инфекция? Откуда эти грибы кандида? Откуда? Все врачи у нас подготовлены. Все специализации на центральной инфекции. Послушайте. Мама будущая. Скажите, почему практически один и тот же диагноз у детей? Одну секунду. Скажите, мне рожать в сентябре? Как мне приехать сюда рожать после того, что тут случилось? И вообще, как с другим мамочкам приезжать и рожать? Потому что я... Ребенок долгожданный. Я не хочу, чтобы за халатности врачей никогда не относились не так. Мой ребенок умер просто. Ну это же просто нереально. Я это ж... Извините, я бы, наверное, не разбиралась бы. Я бы, наверное, сама бы этого врача капельницу, наверное, вставила куда-нибудь. Извините. То же самое. Значит, мы... Давайте не делаем. Скорополитые нервы. Откуда у вас инфекция? Откуда у всех инфекция? Инфекция нет. У нас у всех детей про кандида. Грибы кандида. Константин Ильич, скажи, пожалуйста, с роддома, со старого перевозилось какое-нибудь оборудование сюда? Нет. Нет, конечно. Потому что даже то оборудование, которое приобреталось год-два назад, мы не имели права его сюда перевезти. Все оборудование было новым. Константин Ильич, я, знаешь вам, скажем, я долго вас знаю, как нормального человека до этого случая, по крайней мере, вы депутатом являетесь еще вдобавок. Родители кричали криком. И они пришли к нам на передачу. Никакого черного пиара, как ваш вот этот вот сотрудник интернет-центра. Нет. Нет. Почему? Я персонально говорю. Эту проблему все замолчали. Ну, можно просто хотя бы выйти и извиниться. Меня коснулась самого еще близкая тещина подруга. Ее дочка также потеряла. Первого числа родила. Седьмого числа она отсюда увезла мертвого ребенка. Это двусторонняя пневмония. Двусторонняя пневмония. Ребенок не недоношенный. Больше четыре недели там прошло. Я конкретно вам скажу. Ну, можно нормально извиниться. Вот просто случилось. И даже извинения, как с собакой. Вы говорите только, как говорится, сожаление. Но максимально сделано все. Сожаление. Я знаю. Я понимаю. Да врете вы. Вот вы врете. Константин Ильич. Мне. Константин Ильич. Я просто вам говорю, что. Оставь. Нет. Ну, это крик души. Дело не в этом. Я, например, пока не напился после передачи. Я не успокоился. У меня. Если бы не доктор Правда, я бы не провел эту передачу. И все женщины здоровы. Они все были. Вот она. Потеряла. Но объясните, как можно открыть кувес при этом открытом окно держать? Как можно папу пустить босиком в реанимацию? Как можно папа пустить в реанимацию? Ну, это реанимация. Я не знаю. И где вы сами знаете, кувес это повторяет утро бумаги. Так, я скоро понимаю. Всю среду. Плюс-минус температурный режим. Плюс-минус влажность. Все. Труба делала. И как они обращались? Как им отвечали вообще? Вот ты скажи, как сын ответил тебе. Будешь подымать шум? Не будешь. Нас хорошие адвокаты. Ну, повтори вот присед. Ну, разве так можно? Что она ничего не добьется. Ну, благодаря, что гражданское общество, вот вы же его и формируете вот этим. Вы решили свой вопрос, вы свою невестку Путину вытащили, чтобы она наврала ему в лицо. На позор всем Морганам. Благоустроили всех родственников своих себя. Молодцы. По крайней мере надо что-то делать. Всех желающих, кто закончил медицинский институт, пожалуйста, приходите с дипломами. Есть никакого... Константин Ильич, ну два сына, два за выделением в этом перинатальном цели. Ну, вы посмотрите, они закончили школу. Я не против. Не, подожди. В 26 лет он защитил кандидат. Нет, Константин Ильич, ну пусть бы пошел был в областную больницу. Пусть бы пошел был второй роддом. Ну, вы понимаете, у каждого полковника есть свой сын, который не станет генералом. Потому что у генерала есть свои дети. Константин Ильич, ну просто, ну это крик души родителей. Невесту врать Путину вы учили лично. Дрессировали, да? Она сказала то, что она считает нужным. Дороги хорошие. Ага. Дороги хорошие, да? Зарплаты большие умеют. Ну вы доктор. Вы помните, что было пять лет назад, три года с дорогами. Ничего лучше не сделано. Ничего. Посмотрите, как с московским микровином уважением. Дороги, Саш. А сейчас не про дороги даже. Сейчас мы сегодня говорим о родителях. Саш, это система. Работающая на Боговаза, на его пиарку в чистом виде, все же не больше не меньше. Да мне хотелось бы, чтобы именно... Вы хотели прогнуться просто, начальство Лигуни. А специалисты консультировали их не до... А в результате угробили детей ни за что. А чтобы консультацию давали московские. Таким образом можно отмыть... Только можно отмыть этот центр. Константин Ильич, а правда, что она есть на форс-ваге все-таки большая небеска? Да ладно. Они на ладиха. А чё надо? Ну, сейчас мы... Ну, сейчас мы... Президент у нас. Президент у нас. Президент у нас. Мне тоже интересно. Как наша Невецка на чём ездит? Да нет. А мы на каминах. А почему уже это отсюда на форс-ваге? А почему зарплата? Ну ладно, в ты на МСДС какая разница? Ну, на дело не вы. Большая. Вопрос при этом. Надо чтобы... Вроны зарегистрированы. Константин Ильич, да вопрос не вы. Надо как-то чтобы отмыть это всё дело. Ну и на самом деле... Надо по человеку. Я... 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 ... Я... А тут в больнице новорожденные дети. А куда он ушел? Завидите его обратно. Я сейчас расскажу по преступлениям про одно, которое с моим очень совершили. Почему он ушел? Идите сюда. Даже ушел. Я ему сказала, я с вами хочу. А такое, что на поток поставлено кесаревое сечение, вопреки тому, что дочь была совершенно здоровая, девочка без вредных привычек, не курит, не пьет, умненькая, красивая, вообще фигура, категорически была против кесаревого сечения. Свекрова вместе с Павлом Геннадьевичем договорились и сделали ей все возможное. Положили за две недели раньше, стали ламинарии колоть, потом прокололи околоплодный пузырь. И говорят, подписывай эту самую расписку на кесаревое сечение. Она целый день не подписывала. А вечером, когда она мне призналась, я говорю, Ира, воды отошли. Она говорит, еще утром в 9 часов Павел Геннадьевич проколол околоплодный пузырь. Так как? 10 часов, ребенок без воды. Вы что, там с ума сошли? Я беру такси, приезжаю, Павел Геннадьевич, вы что натворили? Я вас под суд сдам. Он вот так стоит весь потный. Я сделаю все возможное, я ей сделаю шов, такой не видно будет. Она еще троих и четверых родит. Да, она через три года родила второго, тоже кесарева. А теперь у нее грыжа. И какая у нее была психологическая травма после рода. После этого кесарева, когда она уже все взвесила и сама увидела, что да, это было спланировано. Что это было? Проплачено свекровью ее. И что ей сделали кесарево против ее воли. Она еле отошла. И ребенок был тяжелый, она была тяжелая. Это что вообще такое творится? Я сразу заведующего сказала, Елене Анатольевне. Они не приняли, не приняли. Это преступление. Я подошел. Елене, это брачность? Я не буду, а я вас хоть раз оскорбил. 3 680. У меня был сын абсолютно здоровый. Мы сюда приехали родить, полежать. Подождите, я вас не перебивал, дайте я скажу, потом вы ответите. Мы приехали сюда с женой родить, полежать 4 дня, забрать никаких, если бы были какие-то патологии, еще что-то. Вопросов нет. Абсолютно был здоровый ребенок, мальчик 3 680, которого мы с морга забирали. Ответьте, как это получилось? Вы понимаете, сейчас я вам скажу... Он не доношен или что? Я сказал, двое доношенных, остальные не доношены. Всего двое, а что вам? Большинство всех. А остальные не доношены. Ну вы же не знаете, ребят. Как не знаю, мы с соседями общаемся. Как не знаю, обещайте, попадают статистики. А кто, у кого, Оля? Где Олеся? Олеся, 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 сколько это ребенок родился? Вер, больше здесь. 500 грамм. Это 500 грамм? Наша умерла, 2 100, она умерла. У кого еще больше? У нас 2 200. Вот, 2 200, вот он же, вы не премьете. Ну о чем вы говорите? Давайте я вам объясню. Мои черговые ветки. Вы хотите послушать или нет? Так вы официально оттенете, что экстремально низкая масса тела у детей была, правильно? Конечно. А как это, кило 900, это экстремально низкая масса? Это низкая. Экстремально низкая? Экстремально низкая. Вы заявляли официально, Путин приезжал. Вот 500 грамм вы нашли. Послушайте, давайте послушаем комментарии. А теперь вы тут... Что вы теперь? Вы хотите послушать, я вам скажу. Слушаем, правдивую информацию, они чушь, которую мелят здесь. Ну как чушь, если дети, здесь люди рассказывают свои истории. Давайте, 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 давайте. Мало сказано здесь, мало сказано, и мало пришло. Вы послушайте, давайте, послушайте. Преступление у вас завершается. Преступление это следственный комитет скажет. И потом мы поговорим. Следствие не скажет, если они не найдут прямую причину следственную связь между вашими действиями. Но вы хотите, чтобы я вам объяснил? Давайте послушаем комментарии. Давайте, товарищи, товарищи, на секунду. Дайте, на секунду, пусть кто не выскажется, иначе она нам... Да, давайте я вам скажу, например, да, что такое доношенный или доношенный ребенок. Для того, чтобы вы знали, а что вы будете? Сереж. Для всех. Ну, да, я не знаю, что такое доношенное, а что такое доношенное. Конечно. Вот послушайте, давайте я вам дам официальную информацию, чтобы вы это там записываете, а не то, что вы слышите. У нас родилось недоношенное, у нас 809 детей родилось за три месяца. 803 родов было. У нас прошло через территорию 65 детей, которые недоношенные с низкой и с термально низкой массой тела. У нас родилось детей до килограмма 10, 12 детей до 28 недель беременности. У нас родилось 13 детей от 28 до 32 недель беременности. И 40 детей родилось детей от 32 до 37 беременности. А почему в 35 недель мы все пытались постигать? Дальше, вы послушайте, что я вам скажу, пытались, не пытались. Мы можем с вами поговорить индивидуально по каждому ребенку. Подходите, проблем нет. Дальше. Доношенный ребенок считается с массой тела 2,5 и выше, и при сроке гестации 38-42 недели. Чтобы вы знали, чтобы вы просто не говорили здесь вот эту речь безграмотно. Вы должны быть грамотно в этом отношении. Да, да, красиво вы умеете говорить. Я говорю то, что есть на самом деле. Вы подойдите, вы подойдите, вот постойте, вы были у меня, например. Мы каждый, давайте. У меня тоже все чисто по анализу. Вот еще раз. Да, у нас хорошие юристы, у нас все чисто. Идите к Путину. А ну мне сказали, идите к Путину. Идите к Путину, да, куда хотите. Да мы напишем Путину, но вы здесь не должны работать, если вы так говорите. Если вы отвечаете, да. Если вы, вы тут какие-то апеллируете этими непонятными своими. Вы, подождите, вы говорите, что 11 детей. Может быть, вы не знаете, что больше 20 детей у вас умерли? Если вы, если вы не знаете, вы не должны здесь работать. А если я знаю, я сегодня работаю. А если вы знаете, вы некомпетентны, получается, почему у вас дети умирают? Почему у вас дети умирают? У нас 3680 абсолютно здоровый ребенок. 3680 получает, к какому, к сожалению, инфекции, одна и та же, одна и та же инфекции, как у вас все время забываю. А ты что, маркер и эго и кондиционер? Да, я у вас все время забываю. Не так и не может быть. Одна и та же инфекция. Не так и не может быть. Для 5500. Сколько у этого врачи не работают? А врачи платили, чтобы ты знал. Он бы ничего не делал. Он бы ничего не делал. Вы с вами лично разговаривали. Моя Лукашева, дочь моя лежала, Долгова. 25 марта, 24 марта мы были здесь. Воронцова нам делали МСИ. Сказал тебе, ну ничего не делали. Это важнее, конечно. На что ответьте? По поводу сына. Вот ответьте. Вы с вами поговорили. Здесь я перекричал. Подождите. А вы верзите ребенка. Путин вы не попадете. Ну что вы уходите? Третий раз он уходите. А скажи. Третий раз он уходите. Третий раз он уходите. Чего вы убили? Ребенка вы вернете. Подождите. Москва ответит человеку. Пусть он ответит человеку. Вот, вот, пошел. Третий раз. Откуда эта инфекция взялась? Я вам еще повторяю еще раз. Снутри больничной инфекции у нас нет. Отчего умирают дети? Дети вы грамотные? Нет, я грамотный. Вот у вас стоят санитарки. Безрамотные вы, это у вас умирают дети. А вот санитарки переведены в рамку уборщиц. А функцию по одежде на 5500. А у вас какая зарплата? Ответьте. У меня зарплата официально 35 тысяч. Они 507, чтобы говорить. Это нам сказали ваши работники. А они официальные? Стоп. Покажите. Я вам не верю. Покажите. Я вам не верю. Господин Масло. Сорвался ко мне в кабинет. Нормался? Сорвался. Сорвался. Вы обязаны дать. Это наш кабинет, а не только меня. Ничего. Потому что мы тебя кормим. Мы тебя кормим. Долгоплательщики. Кто меня кормит? Долгоплательщики. Нет, и я кормлю. Вы бюджетная организация. А я плачу налоги. К сожалению, мы не бюджетная организация. Возрасчетная? У нас компа. Возрасчетная? Понимаете? Комба. 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 Комба.